МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А как без десерта? Нет, без десерта нельзя. Вот не зря этот десерт оказался на первом месте. Это турт с шоколадно-ромовыми коржами и с двумя кремами. И ореховым, и творожным. Это суперпраздничный торт. Для приготовления этого торта нам понадобится свекла, мука, растительное масло, яйца, разрыхлитель, какао, сахар, соль, черный шоколад, ром, сливочное масло, сахарная пудра, грецкие орехи, сливки, творог и вареное сгущенное молоко. Надюшенька, духовка 200 градусов. И, пожалуйста, давай нам фольгу. Я приношу три средние свеколки. Заматывай каждую отдельно. И отправляем в разогретую духовку 200 градусов на 1 час. Через час мы продолжим работу. Ну что, час прошел. Свеколку достаем, а духовку мы не выключаем, просто немножко понижаем температуру. 180 градусов. А я сейчас быстренько подготовлю ледяную баню. Давай быстренько все разворачивай и бросаем в воду. Все, пусть остывает. Да. Свеколка остыла. Надюшенька, ты берешь две свеколки, нарезаешь на произвольные кусочки небольшие, здесь нарезка не важна. А ты берешь одну свеколку. И? Чистишь. Мисочка. Марля. На марлю терка. И натираем свеколку. Я сейчас подготовлю паровую баню для того, чтобы растопить шоколад. Сейчас я измельчу шоколад. Выдавливаем с натертой массы свекольный сок. А, сок свекольный из запеченной свеклы. Там где-то 50 миллилитров этого сока, но нам хватит. Сок я отставлю, он пока нам не нужен. А Луся, а что делать со свеклой, которую я нарезала? В свекле мы добавим стакан растительного масла. Стакан. Ты бери погружной блендер. Перебиваем свеклу вместе с растительным маслом. Я шоколад измельчила и отправляю его сюда, в миску. Смотри, какой цвет необычный получается, да? Мы взбиваем, масса должна быть однородной и однородной. Никаких крупинок не должно быть. Так, Надюшенька, вот тебе, пожалуйста, миксер. Все, достаточно. А ты давай миску, Наде, в которой Наденька взобьет 5 яиц. И туда добавляем 350 граммов сахара. Взбиваем миксером до тех пор, пока масса не станет более воздушной и она чуть-чуть посветлеет. Наденька, достаточно. Смотрите, масса у нас такая стала объемная, пышная. И она стала такая беленькая. Так, теперь аккуратненько переливаем сюда яйца взбитые. И теперь взбиваем массу. Цвет, конечно, сказка. Сейчас самое главное, чтобы яичная смесь соединилась со свекольной. Так, все. Сейчас мы подготавливаем сухие ингредиенты. 250 граммов муки уже просеянную сюда добавляем. И к сухим ингредиентам, Надюшенька, добавляй 2 столовые ложки какао. Это где-то 50 граммов. Также мы добавляем пол чайной ложки соли и чайную ложечку разрыхлителя. Перемешай сухие ингредиенты. Шоколад полностью растопился. Надюшенька, отправляй шоколад к свекольной массе. И теперь мы добавляем по ложечке сухие ингредиенты туда, вот к свекольной массе. Однородное тесто. Вымешаем без всяких комочков. Наденька, пусть это делает Орест. А для тебя есть задание. Разъемную форму 22 сантиметра диаметром. Выстели, пожалуйста, пергаментом, чтобы пергамент был и на дне формы, и на стеночках. Наденька подготовила форму. И теперь выливаем всю эту массу в форму. Толщина слоя у нас будет где-то 3-4 сантиметра, но в тесте есть разрыхлитель. И когда мы отправим этот корж в духовку, он у нас поднимется, естественно. Вот этот цвет. Теперь форму с тестом отправляем в духовку. И выпекаться корж будет 50 минут. Пока у нас выпекается корж, мы приготовим сейчас два крема. Бери, пожалуйста, мисочку. Берем 150 граммов сливочного масла комнатной температуры. Вот тебе миксер. 90 граммов грецкого ореха, уже обжаренного. Мы должны измельчить в крошку. Все, время вышло. Берем сгущенное молоко вареное, ровно одна банка. И на маленькой скорости соединяем вареную сгущенку с маслом. Это для того, чтобы масло у нас не свернулось. И сюда частями будем добавлять измельченные орехи. Пока вы будете заниматься этим кремом ореховым, я перетру 150 граммов творога 15% жирности. Стоп, 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 стоп. Сливочно-ореховый крем готов. Накрываем пищевой пленочкой и в холодильник. А мы продолжаем готовить творожный крем. Творог я перетерла. Наливаем в миску 250 миллилитров жирных сливок 33%. Бери миксер. Надюша. Да. Орес начинает взбивать, а ты добавляешь 5 столовых ложек сахарной пудры. Договорились. Хорошо. Должна получиться пышная масса. А я соединяю сейчас творог и свекольным соком. Кидай. Как там дела? Отлично. У меня творог похож прямо на мастикулу. Видите, какой цвет красивый, да? Не хвали себе. Чекай, пока тебе похвалят. Аллочка, какая ты молодец. Как красиво у тебя получилось. Аллочка, прекрасно, чудово. Это чудо какое-то. Боже, цель неизбаненна. А у вас нет, у вас еще не взбиты сливки. А у нас еще есть час. А у тебя тоже не очень-то и красиво. Скоро добавим. Уже масса наша готова. Ага, все. Теперь сюда. Ты взбивай на маленьких оборотах, а я добавляю. Вот я, когда это делаю, я понимаю, что в каких-то частинах жизни мужчину будет лучше. Потому что мужчину запрошивают на результат. Ты приходишь, все готово. А сколько работы над этим, честно, мужчина не видит и не знает. По удовольствию участвовать в процессе. А потом же мужчина попробует и скрывается. И это так, это так несправедливо. Все, достаточно. И крем взбился. А, какой кремик. Пышный, густой. Попробуй на вкус. Вкусный. Очень нежный. Он не переслащенный. А, да? Как зефирчик. Так, накрываем пленочкой и в холодильник. Два крема готовые, да? А за это время, что мы с вами работали, корж уже испекся. Я предлагаю проверить его зубочисткой на готовность. Если готов, достаем. Сухо берем. Мы сейчас должны вот эту вот заготовочку обязательно остудить. Потому что мы не сможем перемазать его кремом. У нас там сливочное масло. И тот творожный крем тоже у нас с горячего. Просто все это стечет. Через час мы продолжим формировать наш торт. Неси уже остывший корж. Наденька, а ты подготовь блюдо, на котором мы будем собирать торт. Достаем корж из формы. Сейчас мы должны разрезать нашу заготовочку на три слоя. Высота должна быть где-то сантиметр. Делаем надсечечки. И теперь вот стараемся эти надсечки, чтобы у нас совпали. Ножик берите длинный, чтобы прорезало прямо насквозь. Теперь смотри, поднимаем крышечку эту. Так, бери, пожалуйста, нижний этот слой аккуратненько. Выкладывай на блюдо. Теперь я тебе даю... А ну давай, определи, что это? Ром. Ты пиратом был или что? Ром. Я и зараз пират. Значит, мы сейчас берем и слегка пропитываем коржи ромом. А я сейчас разрезаю дальше. Сейчас я вырезаю второй слой. Он будет у нас последним. И этот, на котором маленький горбик, я его подрежу, и все будет нормально. Там, где не хватает теста, мы там заполним кремом. Сейчас мы берем ореховый крем. У нас, получается, два слоя крема будет. Поэтому зрительно этот крем на два делим. И выкладываем одну часть сюда. Давай. И потом лопаткой ровным слоем размазывай по поверхности коржа. Так, следующий. Давай, весь крем сюда. А, ром, ром. Ой, да, ром, точно. Хорошо, что ты не забыл. Я не забуду про ром. Я про все завгодно забуду, но про ром не. Сейчас смажем, и нам нужно будет кремом заполнить, вот где у нас тут немножко неровное. Все прекрасно. Я беру последний, третий корж, выкладываю. Пока он пропитывает ромом, я возьму творожный наш крем. Вот этим вот творожным кремом мы покрываем верх и бока. Берем ребром ножа и сначала, как говорится, по-грязновому проворачиваем тарелочку и стараемся, чтобы наши бока крем покрыли полностью. Потом мы же лишнее все уберем. Немного гаду и работу штукатуры. Да, это похоже. Ничто иное. Так что, уже все, можно? В принципе, сам торт уже готов, но я сейчас хочу рассказать, как быстро и эффектно украсить его. Для украшения торта подготовьте еще 100 граммов творожного белого крема без красителя. Отсадите через кондитерский мешок с фигурной насадкой волнистые бортики из белого творожного крема. Затем из остатков розового крема выдавите поверх бортиков небольшие цветочки. Также сделайте в центре торта кольцо из розовых цветков. Наверх уложите белое творожное облачко и еще один розовый цветок поверх облачка. Осталось украсить бортики рельефными полосками с помощью ножа для нарезания хлеба. Кстати, если вы хотите взять торт в гости, например, воспользуйтесь тортницей-контейнером. Она предназначена для переноса тортов, пирожных или других продуктов. Также ею можно воспользоваться для длительного хранения торта в холодильнике или морозильной камере. Тортницы бывают разного диаметра – от 28 до 35 сантиметров. Большая емкость и высокая крышка позволяют поместить в него и маленький пирог, и большой праздничный торт. Но будьте внимательны, блюдо-поддон должно быть со слегка шероховатой поверхностью, чтобы торт не скользил на нем, пока вы его несете. А подобрать подходящий по размеру форме и цвет вариант лучше всего в интернет-магазине. Там и отзывы можно почитать, и консультацию получить. Это очень нежно, это романтично, и это абсолютно не напоминает о свекле. Неужели это свекольный торт? Я жду, что вы скажете, когда попробуете. А мы попробуем только после того, как сделаем фото на память с этим кулинарным кондитерским шедевром. Потому что это наша добрая традиция. Прошу на фото. Теперь фотографии с наших встреч не только на моем холодильнике, но и на наших страницах в социальных сетях. Вы, пожалуйста, заглядывайте, смотрите, наслаждайтесь, а потом готовьте по нашим рецептам и присылайте свои фотографии со своими кондитерскими шедеврами. И мы теперь будем его пробовать! Ой, красота! Боже мой, посмотрите, какой он аппетитный! Но он необыкновенно вкусный. Чутко, перше место. Бархатистый приятный оттенок рома. Орехово-сливочный крем оттеняет этот вкус, а творожная масса сверху – это что-то, это такая нежность! Боже! Губами можно есть. Орешечки чуть-чуть вот так чувствуются. А свекольного привкуса нет вообще! Гостям я скажу, что я его срубил с буряка, и меня на руках вынесут на педестал. А так, знаешь, будет? Да. Орех! 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 Конечно, огромнейшая проблема есть с этим десертом, и я ее признаю, потому что невозможно остановиться. Рука тянется снова и снова к этому кусочку. Поэтому, друзья мои, обязательно приготовьте, порадуйте своих родных, и все будет смачно! Субтитры подогнал «Симон»!